Мне кажется, что именно здесь создается образ того самого маленького человека. И дело, конечно, не величине здания. Все чаще себя маленьким человеком здесь ощущают те, кто пытается оформить пенсию, особенно досрочно. Все как по лебедеву кумачу. Без бумажки ты букашка. Именно так начиналась история и нашего героя. Папка документов, три года в бесконечных судебных процессах. Два из них в Верховном суде. И никаких шансов на досрочную пенсию. Я работал, но профессия не указана. Вы понимаете? По 200 с лишним часов я работал каждый месяц. Вот эти годы. И бумажка у меня там подтверждение есть. А кем работал, не знаю. Константин Сальцин утверждает, что работал в Чистопольском АТП с 1984 года водителем городского автобуса. Значит, ему положена досрочная пенсия. Однако в трудовой книжке другая запись. Водитель автоколонны. Что означает, работать Константину Петровичу придется до 60 лет. Документы, подтверждающие особые условия труда, водитель разыскать не может. Почти 17 лет льготного стажа фактически пропали вместе с документами. В 15-м году я обратился в ВТП. Они мне сказали, мы тебе ничего не дадим. А на каком основании, непонятно. И после этого суды проигрывали все. По делу Константина Сальцина возникают десятки вопросов. Как мог наш герой сидеть за рулем городского автобуса и отвечать за безопасность 100 пассажиров, не имея на то прав? И какие страховые отчисления тогда проводило предприятие, если зарплата по трудовой книжке была меньше, чем она в самом деле? Утверждает Константин Петрович. И, конечно, главный вопрос. Есть ли шанс все-таки оформить досрочную пенсию? Юрист сомневается в положительном исходе дела. Нужно еще посмотреть, все-таки, какое награждение было. Вполне возможно, что, может быть, где-то в почетных грамотах фигурирует. Где-то какие-то фотографии тоже подтверждают. Может быть, где-то имеются путевые листы. Даже и этот вариант некоторые сохраняют. Ни фотографии, ни даже роль в телевизионном сериале «Вечный зов» не помогли актрисе Елене Говорухиной доказать свой стаж работы. И теперь она может рассчитывать только на минимальную пенсию. Трагедия ее, как и нашего героя, все в тех же документах. Были утеряны документы, касающиеся моих работ на Свердловской киностудии с периода 1979 года по 1981. И все это хранилось здесь, в архивах бухгалтерии. Исчезнувшие документы и многочисленные суды, связанные с фактом назначения пенсии. Количество таких дел увеличивается из года в год. Чаще всего это связано с сотрудниками предприятий, приватизированных или ликвидированных в 90-х. Сегодня идет волна и будущих пенсионеров из современного серого рынка с зарплатой в конвертах. Чем это выгодно работодателю? Отчисления будут производиться в меньшем объеме. Кроме того, нужно знать, что если у нас работник во временных условиях труда работает, значит, нужно проводить специальную оценку условий труда, что предусмотрено федеральным законом. Работодатель этого делать не хочет. И поэтому, соответственно, считает, что он не во вредных работает. Для чего ему это? Досрочных пенсий, похоже, скоро совсем не будет, предполагает юрист Лариса Лазарева. Возможно, по ее словам, в этом заинтересован сам пенсионный фонд. Сохранение бюджета, если только. Да? Пост фактум, когда зачастую уже исправить ничего невозможно. В самом пенсионном фонде об этом пока не говорят, но подчеркивают, что зачастую будущие пенсионеры сами не всегда правдивы при оформлении документов. Возможно, и в деле Сальцина. Работник и работодатель друг друга не поняли. Возможно, он работал на пригородных маршрутах, там, где оплата выше, или еще что-либо. А хочется все-таки досрочную пенсию иметь. И такие ситуации есть. Раз организация не подтверждает, может быть, и не было занятости в тех условиях, о которых говорит гражданин. Или все-таки предприятие не желает подтверждать. И вновь вспомним нашего героя. Вот что заявила главный бухгалтер ныне ООО «Йогтранс», теперь занимающего базу Чистопольского автотранспортного предприятия. Именно туда были переведены работники ликвидированного АТП. ООО «Чистопольское АТП» ликвидировано. Это, во-первых, все документы переданы в архив. Это, во-вторых, в-третьих, у меня есть руководитель. Но документы Сальцина, подтверждающие его работу водителем городского автобуса, в архиве так и не нашли. Не обнаружили даже приказ о приеме на работу Константина Петровича. Кстати, часто важные бумаги находятся совсем не там, где полагается. Только в прошлом году Пенсионный фонд выяснил местонахождение документов 302 организаций. Документы медико-санитарной части КП имени Горбунова находятся на территории ООО «Консультативно-диагностический центр авистроительного района». Было выявлено еще в 2009 году. И с 2010 по 2017 год ежегодно мы это дело выявляем. При этом мы прекрасно понимаем, что предприятие, на котором хранятся данные документы, наверное, не имеет никакого отношения к медико-санитарной части. Не является его неправоприемником. Более тысячи предприятий, они находятся в розыске. И вот на сегодняшний день у нас, значит, на нашем сайте размещены все эти предприятия. К сожалению, их количество не уменьшается. Каждый день несколько человек проигрывают или выигрывают дела у Пенсионного фонда, выбивая себе законную пенсию, если посмотреть базу решений, принятых российскими судами. Похоже, чтобы не нанимать адвоката в дальнейшем, защищать себя нужно уже сегодня. Юристы рекомендуют контролировать записи в трудовой книжке, сохранять трудовые договоры, табели, путевые листы, справки о заработной плате, что помогут в дальнейшем доказать право на пенсию. В помощь и фотографии. Тот самый случай, когда социальные сети не ради развлечения, а реально помогают. Например, фотография за рулем автобуса с пассажирами с хэштегом «Остановка Пушкина» могла стать одним из доказательств в суде для Константина Сальцина. Самый действенный и самый работающий способ на сегодняшний день – это зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. В личном кабинете любой человек может проверить, все ли его пенсионные права учтены. И фактически по основному числу татарстанцев и периоды работы до 1998 года уже занесены на лицевые счета. Свою линию защиты избрал коллега нашего героя Сергей Зайцев. До пенсии еще два с половиной года, но он уже сегодня наблюдает за всеми перипетиями старшего товарища. С 87 по 97 год я работал за моими плетями. Меньше ста человек не было. Мы работали на 100 местных лязах 677. Понимаете? Это какая ответственность была. И просто так они мне хотят всю эту жизнь вычеркнуть. И через два с половиной года меня такая же участь ждет. Такая же участь ждет многих водителей на этом предприятии, говорит Сергей. У всех одинаковые записи в трудовых книжках. Вот если дядя Костя прорвется, мы все в суд пойдем. А пока молчат. Йогтранс на стадии ликвидации, а работы по профессии в маленьком городе больше нет. Светлана Спирина, Роман Безменов, Андрей Мохов. Семь дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова